Дорогие мои садоводы-огородники, и опять одна и та же проблема, ночные заморозки, но если подумать, апрель месяц, тут по-любому, даже если днем плюсовая, ночью, конечно, даже может быть минус 6, минус 7. Я вам сейчас расскажу, как я иногда спасаюсь от этих заморозков. Но я сторонник того, чтобы высаживать рассаду в марте, в грунт я вообще 1-2 апреля посадила, и поэтому как таковой проблемы у меня нет. Но я на всякий случай держу у себя вот такую одну в теплице грядку, которая позволяет мне вдруг, если я тоже поведусь на блогеров, которые сажают в январе-феврале и показывают, как у них все хорошо, начинаешь немножко завидовать, руки чешутся, потому что надо, конечно, придерживаться. Вот мамы, папы, бабушки наши, там дедушки сажали когда? Ну, когда уже было солнце высоко. Это март месяц, даже конец марта, и все прекрасно вырастало, созревало, а мы бедную эту рассаду мучаем, мучаем, потому что не у всех есть обогреваемые теплицы. Я уже не говорю про эти теплицы, потому что сейчас речь идет не отапливаемых теплицах. И вот эта грядка, если, как я уже сказала, если вдруг у меня рука дрогнет, я бы посадила, ну, в этом году, слава богу, нервишки не сдали, вот, я сажаю такой прекрасный сидират фацелия. И могу, вот, вывести в свою рассаду, вот, поставить, вот, видите, здесь, ну, вот, у меня здесь, вот, такое, можно сказать, было посажено цине. Вот, то есть даже при том, что иногда минусовая температура, некоторые жалуются, и уже снег идет, то было плюс 20, сейчас минус 6, минус 7. Причем, естественно, что вот эти у нас поликарбонатные теплицы, хочу вам сказать, они очень днем на солнце сильно нагреваются, воздух, а ночью, конечно, тоже остывают, потому что, ну, это поликарбонат, естественно, что это даже не пленка. Вот, и вот прекрасный этот сидират, который называется фацелия рязанская именно у меня, сейчас я вам даже покажу, вот, она еще так вот бывает сведет, вот, это прекрасный медонос. Во-первых, его можно сажать, вы знаете, под любую культуру, ничего не будет, потому что, сами вы знаете, если мы посадим там редьку масляничную, даже горчицу, потом даже редиску раннюю, или там капусту, может, на рассаду в эту землю, она будет вся покроется тлей. А фацелия это тот сидират, который просто прекрасно вас спасет от ночных и ранних высадок наших, вот, в теплицу. Я еще вам хочу сказать, как-то несколько лет назад тоже такая у нас беда, правда, беда была в мае, вы сами знаете, сейчас такие качели температурные, что, ну, сажайте, не сажайте рано, сажайте март месяц. И то даже, вот, понимаете, март месяц, это после 10-15 числа. Томаты очень быстро растут, это, конечно, не перец, вот, хочу вам сказать. И вот я посадила прямо вот здесь, вот, я не перекапываю, потому что после сидиратов у меня земля как пух. Во-первых, она, сидират этот очень благоприятный, вернее, неблагоприятный влияет на всевозможную траву, то есть прополки у меня, по сути дела, нет. И я вот между ними посадила томаты, у нас тоже было минус 7 градусов, вот, я вам хочу сказать, прекрасно, только в некоторых, которые были выше, вот, сидирата моего, немножко кончики подмерзли. А так, в прекрасном состоянии была рассада. Она, во-первых, углекислый газ, тепло, все, что надо в вашей рассаде, без всяких этих укрывашек. А сейчас я вижу, бедные люди уже вывезли эту огромную рассаду. Во-первых, хочу сказать, всегда урожай будет, вот, ну, 100% уже проверено, намного-намного меньше, потому что, сажая в холодную землю или вынося, все равно часть корешков, а то бывает и центральный корень немножко, но он просто сгнивает, потому что, в принципе, для роста томатов нужна почва, которая 15 градусов, а то и выше. И когда она еще нарастит потом, в будущем, это тоже будет упущение всего момента. Так что, вот, друзья, ну, если вы так, то посадите, пожалуйста. Это вот сидират у меня посажен поздней осенью, и он шикарно при первых лучах солнца, он растет, не вымерзает, ему не страшна, там, по-моему, температура до минус 10, он, мне кажется, даже и больше, потому что зимой были у нас морозы, минус 15, и в теплице, да, он не прорастал, сидират этот, он пророс, он у меня где-то начал в феврале проклевываться, но вот он дает положительный эффект для тех торопык наших, которые, конечно, очень-очень спешат и баламутят, можно сказать, оставшееся садоводческое население. Так что, ну, сделайте себе вот такую, как я, грядку на всякий случай. Если даже она вам не пригодится, это прекрасная мульча, то есть вы сажаете томат, можете обламывать, корни можете не обламывать, потому что там огромное количество азота, он очень хорошо разрыхляет почву, и, естественно, это кислород вашим растениям. Так что опять призываю, не сажайте рано, а если уж посадили, конечно, но вот имейте в виду, что можно вот так в будущем спасти свою рассаду. С вами была Елена, всего вам доброго, друзья, пусть ваша рассада выживет и не будет у нас никаких морозов.